Здравствуйте, уважаемые налогоплательщики! Здравствуйте, читатели канала Налоговая Балалайка! Добрый день! Хочу вас представить, это Юрий Медушенко. Я хочу прочитать про вас, просто нельзя было не прочитать все то, что про вас написано. Вы являетесь инвестором, а вы скажите, правда это инвестор? В первую очередь, да, инвестор. Значит, коуч, вот я можно уточню, коуч это, в каком понятии коуч вы являетесь? Если перевести на русский, то это фактически самое близкое определение, это наставник. Человек, который помогает получить свой пассивный доход, помогает пройти тот путь, который прошел я, который прошли сотни моих учеников к своему пассивному доходу. Юрий, коуч по сверхбыстрому созданию пассивного дохода на недвижимости. Значит, я просто хочу уточнить, пассивный доход, это что такое? Для многих пассивный доход, когда ты ничего не делаешь, а деньги к тебе капают, вот как у нас там в кошелечек такой. Это правда или нет? На самом деле нет, это ошибочное заблуждение. Пассивный доход, это то, что вы сначала создали, а потом уже это начинает приносить вам ежемесячный доход, либо ежегодный доход, то есть по-разному. Но это именно первый этап создания. И в свое время я был генеральным директором крупной компании, и для меня вот как раз было таким осознанием, что пора все-таки заниматься пассивным доходом. Это ситуация с моим отцом, который попал на больничную койку, и был большой вопрос, может ли он ходить. И вот тогда, будучи успешным предпринимателем, генеральным директором крупной компании, я осознал и понял, что вот я умею зарабатывать и зарабатывать хорошо. Но если не дай бог что-то со мной случится, наша семья никогда не сможет на том же уровне поддерживать наш бизнес, вести вот все наши дела и эффективно зарабатывать. Если, может быть, у вас есть такие примеры, когда дети эффективно управляют бизнесом отца или там родителей. В своей жизни я это не встречал. Я, к сожалению, тоже. Значит, инвестор, коуч по сверхбыстрому созданию пассивного дохода на недвижимости. Да, кстати, вот про сверхбыстрый доход тоже. Ну, мы же русские, и вообще жизнь ускоряется, мы хотим все делать быстро. Так вот, я генеральный директор, зарабатываю приличный, приличный денег там ежемесячно. И тут меня осенило, что все, надо срочно создавать пассивный доход, но не просто там какой-то доход, а надо было быстро компенсировать себе зарплату генерального директора. И мне это удалось меньше, чем за полгода. То есть я перекрыл это несколько сотен тысяч рублей в пассивном доходе. И после этого уволился с работы и высвободил свое время. Какие-то фантастические истории. Как правило, директора у нас работают, пока не вынесешь. Примерно так, да. То есть дальше. Это еще не все, уважаемые коллеги. Эксперт номер один по доходным домам в России. Что такое доходные дома в России? Это не публичные дома? Нет. Доходные дома были на самом деле известны уже много веков назад и в Москве, и в других городах, и в мире. Это помещения, которые делятся на апартаменты, на студии и сдаются в аренду. То есть базовая стратегия доходного дома. Покупаем жилой дом, самый обычный жилой дом, который подходит под нашу стратегию. Делим ее на студии, студии сдаем. И вот этого денежного потока достаточно, чтобы оплачивать ипотеку на этот дом. И еще примерно такую же сумму оставлять у себя в кармане ежемесячно. Вы сдаете вы, я просто выдачу, вы сдаете вы в Москве? На самом деле география доходных домов, запущенных под моим началом, она довольно обширная и охватывает не только Россию, не только Москву, не только Россию, но и ближайшие страны. То есть эта модель работает на территории Российской Федерации? Конечно. Значит, дальше. Серийный предприниматель. Это что такое? Это означает, что у меня не один бизнес, а я создаю бизнесы, запускаю их, настраиваю, они работают. Владелец нескольких бизнесов, соучредитель инвестиционного клуба и платформы «Мой Капитал». Что такое платформа «Мой Капитал»? Это инвестиционная платформа, которая работает под надзором ЦБ по 259-му федеральному закону об инвестиционных платформах. На этой платформе каждый человек может инвестировать в различные проекты, связанные в том числе и с недвижимостью, начиная практически от 10 тысяч рублей. И делать это совершенно в легальном правовом поле. Финансовый эксперт, телеканал ФНТВ, первого канала РЕНТВ, МИР, АТР, Москва, 24 и еще, получается, налоговые балалаки. Автор более 20 популярных обучающих курсов для начинающих и продвинутых инвесторов. Спикер различных конференций. Это еще не все, уважаемый коллег, только начали. Совместно с инвесторами реализуют различные инвестиционные проекты в недвижимость с доходностью инвестора от 20 до 250% годовых. 250% это не ошибка? Нет, это не ошибка, это фантастика, поэтому не надо верить. Я расскажу кейс, это надо проверить. Ключевая стратегия – это переделка помещений, то, что вы сейчас рассказали. Да, то есть все зависит от ваших задач, от потребностей. Я всегда работаю над расширением масштаба инвестора, над расширением возможностей, которые мы генерируем, в том числе и для тех инвесторов, которые инвестируют вместе с нами. И именно недвижимость, она создает возможность увеличивать и увеличивать масштабы освоения капитала и приумножения капитала, потому что так, как не дает ни один другой инструмент. И еще такая цифра, значит, под вашим руководством реализовано инвест-проектов на сумму более 2 миллиардов рублей. Все верно? Это небольшая цифра, я думаю, что она будет только расти. Значит, и у меня, знаете, вот наша аудитория, это где-то 70% это бухгалтера, значит, и процентов 30% это директора компании непосредственно. Значит, бухгалтеры это именно те девчонки, которые имеют прямой доступ к богатым ребятам. То есть, они каждый день общаются с миллионерами, с директорами компании. Поэтому у меня вопрос вот такой. Какая у них должна быть причина, чтобы после просмотра нашей передачи на Олгой Бауаке, они с утра прибежали к директору и сказали, «Директор, нам вот что-то мы делаем не то». То есть, есть, оказывается, совершенно хорошее направление, да, просто, ну, не знаю, там, лежишь практически, ничего не делаешь, да, и деньги сами себе капают, еще на пенсию там хватает, и вообще жизнь будет прекрасна. Это ваша тема? Да, это наша тема. Что касается девушек, бухгалтеров, тех, кто имеет доступ к телу, для вас это одна задача, одна цель, скажем так. Это могут быть ваши возможности, потому что у каждого человека есть три ключевых ресурса, у каждого инвестора три ресурса. Первый ресурс – это личный капитал, который всегда ограничен, который не бывает слишком много, каким бы большим он ни был. А есть люди, у которых его вообще в принципе почти нет. Второй ресурс – это кредитный ресурс, то есть это та сумма, которую вы можете взять из банка для реализации каких-либо своих проектов для инвестиций. И третий ресурс – это социальное окружение, это то ваше окружение, те люди, с которыми вы вместе можете реализовать какие-либо проекты и точно так же на этом зарабатывать. Поэтому для бухгалтеров это как раз ваш социальный ресурс для того, чтобы вместе с директором заработать, прийти к нему и сказать, вот смотри, есть такое направление, есть такая тема, в которой можно неплохо заработать. И, соответственно, используя вот этот свой социальный ресурс, тоже так же с директором заработать вместе, допустим, контролируя это направление, контролируя этот процесс, проводя аудит этого процесса и так далее. А для директоров я могу сказать одно, коллеги, я точно так же из вашей среды, точно такой же предприниматель, бизнесмен и в прошлом прям директор одной крупной компании. Но мы все достигаторы, мы любим достигать, мы любим добиваться, мы любим растить свою компанию, любим зарабатывать, мы умеем это делать. Но по сути мы с вами достигаторы, которые прыгают на одной ноге. И если вдруг вы устали, если вдруг что-то там подломилось, к сожалению, мало у меня, опять же, в моем окружении мало примеров бизнесов, которые работают бесконечно долго. Наоборот, больше примеров, когда бизнес вроде бы казалось безоблачным, работал, 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 и потом столкнулся с непределительными проблемами и разрушился. Так вот, пока у вас нет пассивного дохода, вы скачете на одной ноге. Именно пассивный доход второй дает вам вторую ногу и устойчивое движение вперед. Тогда вам уже действительно ничего не страшного, вы можете бесконечно долго двигаться. То есть, значит, если вы увидите, уважаемый директора грустного главбуха, то значит, этот главбух посмотрел нашу передачу, и он смотрит уже на вас, как на ресурс, да, получается. То есть, благодаря которому она купит неживое помещение, да, разобьет его на мелкий апартамент и будет сдавать в аренду и создать. Нет, благодаря которому она поможет собственнику, либо директору заработать деньги и вместе с ним заработать тоже частично для себя. Я думаю, что прекрасная миссия, то есть, нам сегодня всем повезет, идем дальше. Да, потому что два важных ресурса, время и деньги, да. У кого-то есть деньги, у вас есть время и квалификация, есть профессиональные качества, которые позволят оценить то-либо иное направление, связанное с деньгами, с инвестициями, и, соответственно, проконтролировать его. Мне больше всего понравилось, что появится, наконец-то, вторая нога. И хвост еще, как у пенгуру. Это будет, значит, веселее. Посмотрите, вот основная причина, да, почему, ну, вот кругом же предлагают кучу инвестиционных там проектов, вкладывать деньги, когда не хочешь, это первое, это отсутствие времени. То есть, в основном, значит, вот у бухотеров, значит, у директоров компании, да, мы 24 часа работаем. То есть, у нас нет времени вообще дальше. Нет времени, тут бы в законодательстве науговом-то разобраться. Понимаете, каждый день сюрпризы у нас. Вот, а тут еще какой-то инвестиционный проект. То есть, получается, что нет времени, нет, значит, времени разбираться. Значит, и тут вы говорите, вот есть проект, который, что? Чем он лучше других, вот, или хуже, там, других, я не знаю. Ну, вы совершенно правы, что действительно у достигаторов очень мало времени, очень мало ресурсов фокуса внимания. Потому что этому нужно делать внимание, в этом нужно разобраться. И как раз здесь ваши эксперты, ваши бухгалтера, либо люди, которым вы доверяете, могут вам помочь. Но не делать этого, это означает постоянно ходить на грани. И будет ли вот эта узкая грань держать вас на плаву, неизвестно. Для меня, допустим, самое страшное, вот я для обычных бухгалтеров обращаюсь, ребят. Для меня самое страшное, это проработать 40 лет за 40 тысяч рублей, и потом получать пенсию целых, вы лучше меня знаете, там, тысяч 10, 12, 15, сколько, 17? Пускай 17 будет. Но на эти деньги выжить почти нереально. Я пока не представляю, как на эти деньги жить. И если ничего не делать, тогда это гарантированно случится. Вот хотим или не хотим, вот точно гарантированно будет пенсия, период дожития, период 3D. Доедаю до нашего, доживаю. А если что-то делать, что-то искать возможности, уделять этому фокус внимания какой-то, тогда это и есть шанс создать действительно пассивный доход и безбедно встретить, не то что старость, а потому что высвободите свое время, действительно больше времени посвящать своим детям, путешествовать, может быть, какому-то значимому проекту, который вы хотите реализовать в своей жизни. На это тоже нужны ресурсы. А если мы постоянно работаем? У нас значимый проект, это наша работа, честно могу сказать, вот как пессиная бега у нас. Это есть очень классная история с физиком, который пришел к другому физику на Рождество, и вот пока там вся семья хлопочет, накрывает на стол, коллега его работает. Он заходит, говорит, а чего там ты делаешь? И он говорит, я работаю. Слушай, если ты столько работаешь, то когда же ты зарабатываешь? То есть когда же вы будете действительно думать о своем пассивном доходе? На мой взгляд, создание вот именно независимого от вас дохода – это самая важная жизненная задача. Это самая главная цель в жизни. Потому что если вы это создадите, значит и ваша семья, и вы сами, и те люди, которым вы помогаете, точно будут обеспеченными. А если вы этого не сделаете, тогда вам всегда придется бежать. Да вот даже вот пандемия – это же яркий пример, что пассивный доход просто необходим. Потому что в любой момент ты можешь перестать работать. Совершенно независимо от тебя причина. Пассивный доход – это не панацея, но пассивный доход дает, самое главное, свободу. И свободу в полном понимании этого слова. Свободу быть где угодно, с кем угодно. Обычно девушки улыбаются в этот момент. Заниматься чем угодно, либо ничего не делать, отдыхать. Вот это те свободы, которые действительно дают деньги, которые приходят без вашего активного участия. Значит, первая фраза уже на главбухе, когда вы подойдете к директору, скажите, я хочу быть свободным. От всего, от пандемии, еще от кого-нибудь. И директор скажет, а как это сделать? Скажите, я знаю способ, и вы телефоны свои оставите. Идем дальше. Значит, с чего начать инвестировать? Какие наши первые шаги? Ну, самое главное, вообще, самый первый шаг – это определиться, что же мы хотим. И знаете, есть такая уникальная таблица, таблица Баффета. Можно показать ее. Вот именно эту таблицу показывал Лорен Баффет своим начальным инвесторам в самом-самом начале своего пути. Он показывал, сколько принесет капитал, который они инвестируют с ним вместе в начале. А есть другая таблица. Это показывает результат, но не показывает, как до него дойти. Можно прокомментировать таблицу? Вот вы говорите, что она показывает что-то. Да, ну, вы миллион долларов, вы вкладываете на 10, 20, либо 30 лет под определенный процент, и она показывает тот размер капитала, который у вас будет через это время. Есть таблица Медушенко, покажите ее тоже. И вот эта таблица – это ваше руководство к действию. Если вы хотите получать определенную сумму ежемесячного дохода, то вам необходимо сделать определенные шаги. И даже если у вас есть 10 тысяч рублей ежемесячно, начальный капитал 10 тысяч рублей, и вы можете вносить какую-то сумму, либо даже, ну, сейчас на этом примере, 0 рублей начальный капитал, вы просто-напросто 10 тысяч рублей помещаете в свое будущее. То, соответственно, опять же, там какое-то количество лет на определенный процент – это тот капитал, который будет работать и приносить вам ежемесячный пассивный доход. Могу даже, давайте так, вашим подписчикам отдам совершенно бесплатно эти таблицы, надо написать мне в Инстаграме, и я отдам вам все эти таблицы, чтобы вы могли действительно составить для себя путь. То есть увидеть цель, что вы хотите в конце получить, определить стратегию свою, путь, каким образом вы это получите, и по нему начать двигаться. Потому что большинство людей, это, знаете, широко открытыми глазами, но с закрытым разумом, кидают деньги, вот мне здесь сегодня предложили, а завтра вот такая возможность, а послезавтра вот там Медушенко выступил, а послезавтра еще там кто-нибудь, и вот раскидывают, раскидывают деньги бессистемно, это не приводит к результату. Самое главное – обозначить себе необходимый результат и дальше к нему полноценно двигаться. Я вот с вами просто соглашаюсь на тысячу процентов, потому что мои клиенты, директора компании, то есть у них когда появляется свободное денежное средство, то есть они звонят, звонят аудитору, да, и спрашивают, а куда вложить деньги? Вот у меня еще здесь 10 миллионов, куда, куда быстро вложить? Где эффективно? Ты же видишь все виды бизнеса, которые существуют. То есть, как бы, честно, могу сказать, я никогда не беру на себя такую ответственность, потому что я не знаю, чем там закончится. Я ему рассказываю, есть такой бизнес, есть такой бизнес, есть третий бизнес, но там везде люди работают, как бы в потоке, может быть, сейчас это такая доходность, а завтра я не знаю, что будет. Никто не знает, что будет завтра, поэтому надо все-таки нарабатывать свой портфель. И управление портфелем инвестиционным своим собственным – это тоже задача инвестора, и это будет зависеть от той стратегии, которую вы выбрали для достижения цели. Хорошо, вы вот, знаете, говорите, нужно 10 тысяч, ну, условно говоря, с любой суммой можно начать инвестировать. Давайте так, вопрос, когда я могу стать инвестором, с какой суммой денег, где взять деньги? То есть, если у меня вообще, вот я просто, я не знаю, вот, бухгалтер, у меня зарплата 30 тысяч рублей, значит, на какие я там 30 тысяч рублей не хватает, там, заплатить все, что только возможно, да, и у меня ничего не остается, там, может быть, тысяча рублей на инвестиции. То есть, как бы, я могу стать вот инвестором, могу получать пассивный доход? Вы можете стать инвестором, даже если у вас вообще нет никакого дохода, и вы нигде не работаете. То, что стать инвестором – это состояние, состояние мозга, а не вашего кошелька и не ваших денег. Сколько бы вы ни зарабатывали, если это не очень-очень крупный бизнес, личного капитала всегда недостаточно. Поэтому… То есть, это нормально, что у вас тысяча рублей? Это нормально. Может ли миллионер стать, миллиардер стать миллионером, да? Да. Может, если его там доходы, его расходы превышают доходы, когда отрицательный баланс. Поэтому неважно, сколько вы зарабатываете, каждый из вас может стать инвестором, первый начав с мозгов, первый начав с понимания, что это вам необходимо, жизненно необходимо. А дальше уже есть системы, есть там мои тренинги, есть там тренинги других ребят. Я вот тут отношусь просто. Вот все учат экономить, правильно? Хочешь стать инвестором – надо экономить. Но экономить – это сложно, долго, нудно. Это дисциплина, которой мы, к сожалению, большинство людей не обладает. Сила воли. Сила воли. 20 лет по 10 тысяч откладывать, а можно быстрее, можно сразу. Вот для меня это была как раз задача, которую я решал, когда я понял, что мне нужны инвестиции, мне нужен пассивный доход. Вот это вот мои первые шаги. Поэтому, да, когда вы для себя определили, что вам эта жизнь необходима, все остальное сложится. К вам будут приходить возможности, будет приходить сообщество, будьте с людьми, которые этим уже занимаются, которые уже инвестируют в разные направления. То есть нужно окунуться в это сообщество, жить вместе с ними, понимать, что они делают и, соответственно, двигаться. Слушайте, получается, что у меня есть уже некий алгоритм действия. Значит, во-первых, я меняю свое мышление на инвестора. Поверить в себя, просто поверьте. Поверил в себя. Даже не поверить в себя, а скажите так, вот если я этого не буду делать, значит, гарантированно будет пенсия в 10 тысяч рублей. Если она вас вдохновляет, оставайтесь как есть. Если не вдохновляет, тогда пора что-то в своей жизни менять. Дальше, значит, я понимаю, что где мои ресурсы, кредит мне не дают, этого нет, но у меня есть директор компании. Например, социальный ресурс, да. Который день с ним встречаюсь, к которому рано или поздно все равно появляются деньги. И я должен в нужный момент сказать ему, а, есть проект. Есть возможность. Да, есть возможность. У меня был пример, как раз вот моя ученица. Это финансовый директор тоже достаточно серьезной компании с очень хорошим доходом, белым доходом. Которая, ну, как бы работала. Она жила, работала, работала, жила. А когда компания стала плохо, ее уволили, вот тогда она пришла ко мне. И многие люди задумываются об инвестициях тогда, когда они теряют доход. Начинают думать, блин, а почему же я раньше-то этого не сделал. Вот раньше у вас были возможности, больше возможностей, когда у вас есть хороший доход. И создавать пассивный гораздо легче и приятнее, когда у вас есть какой-то капитал, когда у вас есть белая зарплата, когда у вас есть возможности показать какие-то доходы. Серые пускай доходы. Вот тогда нужно заниматься. Но если уже случилось, то тоже надо. Смотрите, давайте так поэтапно. Мысль, директор. Директор дает миллион рублей. И говорит, я тебе дам, не знаю, 10% мне принесешь, и хорошо. Вот тебе миллион, иди делай, что хочешь. Дальше что она делает с этими деньгами? Пошагово. Прежде чем взять эти деньги, нужно найти довольно интересный проект, который приносит нормальную доходность. И безопасный проект. Например, постучаться ко мне в Инстаграм. Посмотреть, что делаем мы. Посмотреть, что делает еще кто-нибудь. И найти ту команду, с которой вам будет комфортно развиваться. У Южной Кореи, у южнокорейцев есть, я вместе с ними работал, поэтому мне философия их очень нравится. Действительно, там гениальная нация, вот маленькая-маленькая Южная Корея, которой славятся Hyundai, Kia, Deo, Samsung и прочие-прочие мировые бренды. И вот они говорят, до 40 лет мы учимся зарабатывать деньги, а после 40 выбирать людей. Мне это осознание, кстати, тоже пришло именно в 40 лет. И когда вы находите те команды, которым вы доверяете, с которыми вы безопасно развиваетесь и двигаетесь, тогда вам гораздо легче развиваться в плане инвестиций. Значит, следующий шаг. После того, как я иду к вам, и вы говорите мне, покупаем вот этот объект недвижимости. Да? Все верно? Как правило, мы презентуем проекты. То есть мы сейчас не подбираем проект под инвестора или под деньги, а мы объединяем частных инвесторов и реализуем различные проекты, связанные, в первую очередь, с недвижимостью. Это переделка больших коммерческих помещений в апартаменты, это строительство и так далее. То есть это те проекты, на которых можно очень много заработать за короткий промежуток времени. Вот, допустим, ну, как это выглядит? Сейчас коммерция находится в упадке. То есть, ну, это ни для кого не секрет, да? Там ряд факторов, пандемия, там удаленка. И, в общем-то, это новая реальность, которой мы уже должны считаться, и мир не будет прежним. То есть удаленка будет и дальше развиваться, и рулеть. Так вот, есть помещение невостребованное. То есть мы забираем это помещение, выкупаем вместе с инвесторами, сообща. Дальше, соответственно, выкупаем дешево, то есть гораздо ниже рыночной цены. Начинаем это помещение улучшать. Преобразуя его в маленькие апартаменты, разделяя по кадастру, и предлагая уже на рынок помещение, апартамент со своим кадастным номером. То есть это уже жилье, которое можно использовать как апартаменты для посуточной аренды. Это вот тема наиболее прибыльная, наиболее интересная. Либо самим проживать, своим детям, своих родителей отселить, либо получать пассивный доход, опять же, с аренды этого помещения. Вот это вот ключевая особенность. Купить дешево оптом, разделить на более мелкое и распродать дорого. И в дальнейшем получать пассивный доход от управляющей компании, которая управляет этим помещением, допустим, в составе апарт-отеля. Самая доходная часть – это первое. Первый год именно капитализации, когда вы взяли что-то и сделали из него конфетку. Вот здесь вот можно заработать до 250%. Ну, например, Илья, тоже, кстати, предприниматель, один из соучредителей бизнеса, инвестировал в наш метроапартмент с 500 тысяч рублей, забронировал для себя апартамент. Прошло 8 месяцев. Он продал, не вступая в собственность, он перепродал эти апартаменты на 1 миллион дороже. Бултера могут посчитать. Мы взяли комиссию за переустутку 150 тысяч рублей, то есть чистыми у Ильи осталось 850 тысяч рублей. 500 вложил, через 8 месяцев плюс 850. Это 255% годовой доходности. Это вот реальный пример такой, которым активно пользуются наши инвесторы. Это возможно только в Москве? Не только в Москве, но в Москве выше ликвидность помещений. Поэтому мы работаем в основном, вот Москва, Сочи, эти регионы. В Москве действительно очень высокая ликвидность, которая позволяет быстро продать подобные помещения. Значит, мы с вами, в принципе, разобрались в шагах основных. В целом, да. Значит, у меня следующий вопрос есть. Значит, все хорошо вы рассказываете. В интернете полно информации. Кругом инвестирую, инвестирую, с утра до вечера инвестирую. Значит, риски. Какие есть? Если вы серьезная компания, вы же понимаете все риски. То есть вы же должны клиенту рассказать о рисках. То есть вот буховатая пришла, говорит, вот мне директор дал миллион, вот вы мне дали объект недвижимости, где, говорите, будет 250% рентабельности. Найти мой миллион. Вы говорите, да, тогда вам миллион, но не все так просто. Ну, безусловно. Любые инвестиции, даже вроде бы казалось безобычные и надежные, они все равно несут определенную долю риска. Это всегда. Наша защита от рисков – это то, что мы покупаем очень дешево, плюс вкладываемся в улучшение этого актива. И мы уже давно в этой теме много сделали. Мы точно знаем, что продается. То есть даже если рынок пойдет против нас, вот, допустим, сейчас этап такой стабилизации, скажем так, на рынке недвижимости в Москве. Но даже если рынок пойдет против нас, это все равно будет очень хорошая доходность, гораздо выше всех любых банковских депозитов. Это тоже мы создаем, убираем риски в самом начале, в начале покупки. Плюс это компетенция, потому что, ну, возьмите ваш собственный бизнес или бизнес вашего директора, вашего собственника. Любой бизнес связан с рисками. И то, что если ваш бизнес успешный, у него точно есть конкуренты. И, значит, ваш директор знает на полшишечки больше, чем его конкуренты, чем его, там, другие оппоненты. Поэтому точно так же и в командах. То есть очень важно работать с профессиональной командой. Профессиональная команда аудиторов, которые там точно вам расскажут, как сэкономить на налогах безопасно. То есть с профессиональной командой, которая сможет вам создать доход на недвижимости, потому что там тоже есть свои нюансы. И дьявол, как правило, кроется в деталях. Вот эти детали, к сожалению, большинство начинающих инвесторов или таких бравых команд не учитывают и потом сталкиваются с проблемами. Мы очень глубоко анализируем до покупки юридическую составляющую и просчитываем всю математику. К примеру, все наши проекты, которые мы реализуем, приносят от 50 до 100% годовых. То есть это, грубо говоря, большое помещение купили, переделали, вложились в ремонт, распродали. Вот здесь доходность проекта, там, от 50 до 100%. Если ниже 50%, мы даже не рассматриваем такой проект, в него не входим. А через какой сроки получаете деньги? У нас практически первый этап, когда запуск апарт-отеля, к примеру, создание вот такой доходной недвижимости, он занимает от 8 месяцев до 12, до года. И вот здесь самая высокая доходность. То есть здесь инвестор, заходя с нами, мы, как правило, прибыль делим пополам с инвесторами, получает в районе 30-40% до 50% доходности на свой капитал. И это год. Если в дальнейшем оставить апартаменты под управлением, наша же управляющая компания, можно также в пассивном режиме получать уже доходность от аренды, от сдачи в найм, от сдачи посудочной. И здесь средняя доходность от 11% до 15% годовых, что, в общем-то, тоже неплохо. И плюс капитализация объектов недвижимости. Вот буквально у нас был в воскресенье инвестор, на одном из наших апарт-отелей мы открывались, очередной апарт-отель. И инвестор, наш самый первый, который заходил в первый наш апарт-отель, который мы делали, посчитал свою доходность. То есть сейчас он продает эти апартаменты, и он получил 140% за два года, то есть на недвижимости. При этом он заходил не в самом начале, где самые выгодные условия, а позднее, когда продолжал уже второй его этап, где риски практически не было никаких. Вы про риски не сказали? 140% за два года, вот такая доходность. То есть риски нивелированы тем, что вы покупаете недвижимость, это право собственности, мы покупаем ее дешево в самом начале, поэтому дешевле она стать уже практически не может. И, соответственно, сам концепт, который мы реализуем, это гарантированно более высокая доходность по сравнению с покупкой. То есть вы в любой момент можете выйти из этого объекта, продав, либо привлекая ипотеку, кредитное плечо, запустив этот проект и получая пассивный доход. Риски, есть риски по каждому объекту, они свои. И важно оценивать, как команда эти риски нивелирует. То есть мы всегда открыто показываем. На нас многие удивляются. Мы в самом начале, когда презентуем очередной проект, рассказываем полностью все. То есть, о чем мы покупаем, какая математика, какая смета проекта. То есть ее можно перепроверить, эту смету понять, убедиться самим, что действительно проект рабочий. И потом уже принимать решение об инвестициях. Ну, знаете, я вот насчет рисков я хочу все-таки услышать. То есть риск, вот я бухгалтер, я дал вам миллион рублей. Значит, давайте начнем сначала. Я миллион свой верну через 8 месяцев? Вернете. Верну. То есть, как бы риски здесь нет. Рисков нет никаких. Рисков нет, да. Да, то есть, все, да? То есть, как бы получается, миллион отдали, миллион мы вернем при любом раскладе. Мы создаем доходную недвижимость, да. То есть, и одна история, когда вы покупаете квартиру, и потом вопрос, продадите вы ее или нет. Но мы создаем доходную недвижимость, которая в любом случае приносит доход. Если, допустим, у вас квартира продается или там апартаменты продаются какое-то время, все это время он будет приносить вам доход. Это тоже нивелирует риски. У меня вопрос, вот миллион свой, как я должен монетизировать обратно в деньги? То есть, вы его выкупаете как инвеста или кто-то другой? Мы помогаем продавать. То есть, если вы хотите выйти из-за актива, продать его, к примеру, допустим, на миллион рублей забронировали студию, и потом не занимаясь самостоятельно, просто-напросто хотите зафиксировать прибыль. Соответственно, мы продаем тогда за вас эту студию, следующим уже покупателям, и доходную часть делим пополам. Таким образом, мы получаем около 100 годовых. Получается, что, в принципе, есть риск, что все-таки можно ее не продать, чисто теоретически. Или такого не бывает в вашей практике? Пока не было. Когда-то, наверное, будет. Да, но пока не было. Дай бог, чтобы не было. Да, да, да. Поэтому вначале, я говорю, так как мы в теме, почему мы не идем во многие города? Мы знаем локальный спрос в Москве, в Сочи, профессионалы вот здесь. И здесь мы понимаем и про ликвидность, и про цены. То есть мы изначально предлагаем продукт на рынок, который очень дешево стоит. Нету других подобных помещений в Москве за такие деньги. И это всегда комфортное жилье с хорошим дизайном, где-то около метро, поэтому оно ликвидно. То есть ваши апартаменты по рыночной цене ниже, да, чем в рынке в Москве? Ну, по факту, да. То есть такие апартаменты стоят в самом начале от 3 миллионов и в конце, когда мы продаем, от 4 до 5 миллионов. Следующий вопрос, который задают, значит, кругом инвесторы, в кавычках, мошенники. То есть как бы и вот это реально всегда останавливает. Ну, то есть в Москве, вот честно могу сказать, Москва это тот регион, да, где мы постоянно встречаемся с каким-то нескончаемым разводом во всех сферах деятельности. Я бы сказал интернет, наверное, вот это действительно болото. Да, то есть там все инвесторы, все предлагают какие-то объекты недвижимости и все прочее. То есть как проверить, вот если, допустим, я понимаю, что вот вы же не случайный человек в нашей передаче, то есть есть люди, которые с вами работали, которые хорошо о вас отзываются, поэтому вы здесь как бы рассказываете. А как вообще проверить, вот если, допустим, кто-то идет к другим, вот как и проверить, что это нормальная компания, да, которая все тебе выплатит и все выполнит все свои обязательства? То есть с чего надо начать? Первое, оценить профессионализм команды, потому что если вам предлагают инвестировать в какой-то бизнес, при этом люди только строят планы, поэтому бизнесу у них не было бэкграунда, не было опыта, понятно, что это максимальный уровень риска, это такая красная-красная зона для каждого. Поэтому оцените профессионализм команды, может ли данная команда реализовать подобный проект, о котором она говорит. Как я могу оценить, если я в этом не понимаю? Есть всегда люди, которых вы можете переспросить, вы можете лучше всего приехать и посмотреть самим, убедиться, что есть эти объекты, что они сделаны, какую доходность получили предыдущие инвесторы, пообщаться, попросить с кем-нибудь из инвесторов, то есть своими глазами увидеть, а что же получилось. Если получилось раз, два, три, четыре, пять, тогда понятно, что эта команда умеет работать, умеет оценивать и, соответственно, сделает и очередной проект, с которым вы участвуете. То есть мы берем прямо конкретный проект этой команды и всю ее цепочку просматриваем, где они купили, как ремонтировали, как продавали. И сколько заработали инвесторы, самое главное? И инвесторов всех переспросить. Инвесторы прямо разбежались и рассказали. Наши рассказывают. Ваши расскажут. Как правило, да. Конечно, есть кто-то не готов. Они налоговые не боятся случайно? Мы очень рекомендуем платить налоги. Понятно. Понятно, да, уважаемые коллеги? То есть прямо посмотрите, все по документам. Просто реестр у нас есть. Все официально, можно сделать запросы. Посмотреть вообще там ребята участвуют в этом проекте или нет. То есть может быть... Историю этого объекта. То есть если объект был, если куплен нами, переделан, продан нами же, соответственно, вы увидите, что это действительно реальность, а не просто какая-то картинка. Они просто вас привезли в какое-нибудь там красивое место, какой-то красивый апарт-отель и показали чужой продукт. Нет. Всегда смотрите просто-напросто всю цепочку, разбирайтесь. Безусловно, надо разбираться, все равно посвятить этому фокус внимания. Особенно в начале, когда вы только нарабатываете свой опыт как инвестор. У меня вопрос вам на засыпку. Значит, а у вас сколько инвест-проектов, которые вы начинали и заканчивали? У нас довольно много. То есть в 2 миллиарда входит большое количество доходных домов, огромнейшее количество квартир, которые делали мои ученики, мои партнеры. Это 3 запущенных апарт-отеля. Это 2 строительства мини-поселка в Сочи. Это сейчас мы выкупили базу отдыха «Чайка» в Подмосковье и переделаем ее в шикарнейшие апартаменты. Вот если кто-то для себя присматривает такое жилье с загородным комфортом проживания, для родителей, для себя, на удаленке, вот я рекомендую прям посмотреть. В Инстаграм мне напишите, расскажу, покажу, пришлю информацию. И там реально можно очень хорошо заработать вместе с нами. И это не единственные проекты, которые мы реализовали. У меня вопрос последний уже, потому что передача у нас подходит к концу, к сожалению. Значит, где вас найти? Ну, проще всего, наверное, найти в Инстаграме, к сожалению, или к счастью, не знаю. То есть я в свое время вел много тренингов. И один из тренингов – это инвест-десант, который позволяет действительно очень быстро в себя загрузить систему и начать по ней развиваться, двигаться к своей цели как инвестор. Но я видел каждый раз, что довольно небольшой процент людей реально готовы действовать. От других останавливать окружение, забота о чем-либо, страхи свои, сомнения, не веря в свои силы, недоверие самому себе. Поэтому сейчас основной фокус внимания, то, что занимаемся мы, я и моя команда, это именно создание возможности для обычных самых людей инвестировать в различные проекты. И мы рады крупным инвесторам, с которыми мы можем реализовать более крупные проекты. Недвижимость, почему я в нее так влюблен, это действительно позволяет вырастить любой масштаб инвестиционной империи и реализовывать любые более крупные проекты, несколько проектов одновременно. Есть проекты с крупными инвесторами, которые мы реализуем просто с одним инвестором, один проект. Это тоже такая польза для вас, то есть это больше безопасность для вас. Поэтому обратитесь, напишите в Инстаграм, юрий.медушенко. В Инстаграме я там его пока особо не веду. Наверное, все-таки надо вести, да, Инстаграм? Да, начинать. Пора начинать, заново возвращаться к этой истории. И давайте в виде бонусов, может быть, ваша аудитория, есть смысл что-нибудь подарить? Что вы хотите подарить? Пожалуйста, дарите, что вы хотите. Да, давайте так, для вашей аудитории, если они напишут, что они от вас, постучались ко мне в Инстаграм, вот базовый курс инвест-десанта, тренинга я дам практически бесплатно. Подарю вашу. Отлично, это шикарный подарок. Это реально, да, тот курс, который, я надеюсь, ставит мозги на место и показывает путь, как двигаться. Я бы в конце хотел бы подвести выводы, значит, просто определиться. Значит, шаги инвестора, значит, первое, это подумать, что ты инвестор, хотя бы начать с этого, да, поменять свое мышление, почитать книжки, почитать ваши, посмотреть видео, семинар, который у вас есть. Дальше, значит, ресурсность, да, ресурсность у нас заключается в нашей секторе, в кредитах, в собственных средствах. Дальше я иду к вам на Инстаграм, вы мне подбираете какой-то объект недвижимости, показываете. Не подбираю я вам объект недвижимости, друзья. Мы показываем свои проекты, вы к ним можете присоединиться, потому что бегать по рынку, искать под одного инвестора один объект можно, если у вас там есть к 100 миллионам, скажем так. Тогда, да, тогда мы можем под вас как-то индивидуально проект реализовать. Но, как правило, мы реализуем один проект с рядом инвесторов, объединяем людей, сообща реализуем этот проект. И, соответственно, со всеми щедро делимся доходом. Да, значит, я беру миллион рублей, вкладываю вам, примерно через 8 месяцев я буду получать уже доход от 70 до 250%. Все верно? Примерно. Ну, так все. Уже, мои коллеги, запомните. Первый, да. То есть, вот на самом деле переделка в апартаменты – это тренд. На сегодняшний день нет другой более доходной стратегии, нежели эта. И сейчас нас копируют. То есть, мы стояли у истоков, я стоял у истоков деления на студии, квартиры, у истоков посудочной аренды. Вот, к примеру, такая планировка, да. А что здесь вот изображено? Это как раз один из корпусов базы отдыха «Чайка», который мы переделываем в такие вот апартаменты для жизни, для постоянной, с террасами, с таким, до природы проживания, там, 3 гектара территории огорожены. В общем, шикарнейший проект. Но не будем сейчас. За одну минуту я его не презентую. Кому интересно, напишите в Инстаграм, вышли подробности. И вот этот тренд, он дает максимально возможную доходность на промежутки одного года. То есть, за короткий промежуток времени вы можете заработать очень хорошо. Есть такая знаменитая формула Вода Шефера, то есть формула удвоения капитала. Для того, чтобы посчитать, через какой период ваш капитал удвоится, нужно взять цифру 72 и разделить на процент доходности, под который вы инвестируете. Если вы инвестируете, научились инвестировать под 30% годовых, это несложно. Это кажется, что много, что это фантастика, но на самом деле это не такая большая цифра. Так вот, если вы инвестируете по 30% годовых, то всего примерно за 2,5 года ваш капитал удваивается. Помните об этом. У меня, кстати, вот мои инвесторы, которые в моем окружении, которые со мной развиваются, они умеют, даже 30% годовых особо не вдохновляет. Там и 36% годовых делают и так далее. Но это вот просто уже опыт и это путь, который нужно пройти, до этого нужно дойти немножечко. Поэтому, если у вас крупный капитал, опять же, один из вопросов, что им сложно управлять, управлять эффективно, получать на него хорошую доходность, на весь капитал. И недвижимость это позволяет. То есть даже вот 500 миллионов рублей, это не такая большая цифра. То есть это можно купить здания, переделать и всего за год их практически в полтора раза увеличить. Ну то есть вы, как главный бухватер, всегда знаете, когда у вас есть свободные денежные средства в компании, вы всегда видите остаток денежных средств. И мне постоянно задают бухватера, то есть смотри, у нас тут целую неделю будет там несколько миллионов, сотни миллионов лежать на расчетном счете, куда можно их закинуть. То есть вопросы постоянно такие приходят. Но у вас, я так понимаю, все равно срок 8 месяцев. Ну год, надо закладывать год, в среднем год, да. И самое главное, можно инвестировать прямо со счета компании. То есть сама юридическая ОООшка, компания, может являться инвестором. А не обязательно там выводить сначала в физику, платить себе налоги, потом инвестировать. То есть у нас таких примеров немало, когда прямо со счета компании перечисляют свободные средства. А учредители, можем вам туда вступить? А, это надо обсуждать отдельно, да. У нас же много вариантов сотрудничества. Конечно же, мы же тут бухватера у нас разобьемся. В недвижимости есть и запив, очень хорошая юридическая форма, когда там большие объекты, капиталоемкие. Есть ООО, ООО, то есть разные формы сотрудничества, опять же. Главное, чтобы были деньги, и потом будет предмет для разговора, да? Главное, чтобы было желание. Было желание. Разбираться и преумножать, безопасно преумножать свой капитал. Все как обычно, надо сначала разобраться со своей головой, так понимаешь, да? Со своими страхами, да. Потому что, если мы хотим изучить английский, мы сначала загораемся, потому что нам это надо. Не просто изучить английский, а мы представляем, как мы будем путешествовать, как мы будем разговаривать, как мы будем, может быть, смотреть фильмы и так далее. Что-то нас зажигает, то есть у нас возникает интерес. Мы идем к тренеру, к наставнику, изучаем, получаем результат. Если мы хотим быть в прекрасной форме, мы захотели этого, да? Мы тоже идем к тренеру, к наставнику для того, чтобы быстро достичь результата. Точно так же и в инвестициях. Если вы хотите довольно быстро и безопасно пройти путь, дойти до результата, лучше найти наставника, которому вы верите, доверяете и с ним развиваться. К успеху вместе, уважаемые коллеги. Всего вам хорошего. Спасибо, что были с нами эти 40 минут. Кстати, у меня вопрос. Евгений, вы беспокоитесь о своем будущем? Да. И многие из вас, уважаемые зрители, тоже, скорее всего, беспокоятся о своем будущем. Отличие мое и моей аудитории в том, что мы о нем заботимся. Не беспокоимся, а заботимся. А может, вы что-то курите? Нет? Просто когда у тебя стабильность, когда за плечами действительно все хорошо, тогда у тебя появляется и желание помогать, и желание создавать что-то, желание творить. И это действительно такое комфортное состояние, которое я искренне желаю, чтобы каждый из вас испытал. Испытал, имея за спиной серьезный пассивный доход, чтобы вы могли ни о чем не беспокоиться, а только заботиться о будущем. Все идем к пассивному доходу, уважаемые коллеги. Вариантов просто, я так понимаю, нет у нас. Нет, есть вариант 3D, пенсия, гроб, дожитие. Вот это точно случится. А все остальное зависит только от вас. Действуете вы или просто смотрите и продолжаете думать и бояться. Желая, коллеги, всем, всего хорошего. Это у меня последняя, напоследок тоже история. Когда я запускал свои доходные дома первые, вот я просчитал, мне нужно было быстро, да, действительно быстро много из гарантии. Вот наш русский же вариант. Да, конечно. Быстро много из гарантии. Вчера еще все. Да, да, ну пусть не вчера, но вот так. Я пришел, я просчитал, посмотрел, я протестировал, я увидел эти деньги, я пришел к своему другу, говорю, Алексей, смотри, вот так, 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 то-то, то-то, то-то. Человек, будучи моим другом, хороший друг, он меня 40 минут отговаривал. Он говорил, что люди, что зачем тебе ипотека, что люди не будут жить в маленьких студиях, они будут платить много, что ипотека кабала. И он находил тысячи причин, чтобы не делать. Я пошел и все-таки сделал. Он до сих пор придумывает причины, а я получаю уже с 14-го года пассивный доход на свои доходные дома. Фантастика, с одной стороны. И все это фантастика, которая вот в реальности находится здесь с нами. Уважаемые коллеги, третий раз, до свидания. Спасибо, что были с нами. Всего вам хорошего. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok